Друзья, как всегда, всех приветствую на канале. Ну, думаю, по названию ролика вы уже догадались, что сегодня дядя Миша и его умелые ручки будут вам рассказывать что-то интересное. А в частности, я расскажу, что такое дошиповка и кому она нужна. Кому же понадобится, в первую очередь, дошиповка? Но здесь надо исходить из того, что существует в основном три варианта резины. То есть, это липучка, это зимняя резина без шипов и резина с шипами. Поэтому, если вы выбрали вариант зимней резины с шипами, то рано или поздно они у вас все равно повлетают. В основном, конечно, влияет на то, как вы эксплуатируете резину. Ну, даже и способ эксплуатации, и стиль вашего вождения. Потому что, если вы любитель побуксовать, если вы любитель уйти со светофора с буксом, то, соответственно, шипы у вас рано или поздно повлетают. Потому что предназначение шипа – это зацеп. То есть, когда вы стоите на асфальте, то шип упирается в асфальт. И если вы резко стартуете, то вероятность его выдрать, соответственно, увеличивается. Если вы где-то буксуете по снегу, и колеса у вас выезжают на асфальт, то в момент зацепа по асфальту они тоже хорошо вылетают. Ну, и также можно их выдрать путем, когда вы на парковке, допустим, крутите руль на месте. Не зря вас инструктор ругал в автошколе, когда вы учились, что на месте руль крутить нельзя. Как раз для того, чтобы сохранить шипы и резину в целости. Поэтому в результате эксплуатации долгой шипы, соответственно, или стачиваются, или их просто выдирают. И бывает такое, что покрышка уже у вас отходила 2-3 сезона, протектор у нее хороший, да, остался. Ну, может быть, там чуть стерся, но все равно пригодна для эксплуатации. А вот шипы все повлетали и стерлись. И поэтому вот здесь как раз вот эта услуга с дошиповкой, она становится востребовательной. Сделать вы ее можете как в автосервисе, но можете сделать также и своими золотыми ручками, если они такие же, как у меня. Чуть позже расскажу, каким образом это делается. Для начала давайте сравним шип стандартный, который стоит в колесе, и, соответственно, ремши. Если мы возьмем стандартный шип, то мы видим, он состоит из юки, который вставляется в покрышку. И, соответственно, вот здесь идет стальной наконечник. Ну, в данном случае он стертый, да, то есть вот как раз со временем при вождении по асфальту он рано или поздно у вас стирается. Но вот так вот выглядит стандартный шип. Они могут быть разные, наконечники могут треугольные, прямоугольные. То есть существуют разные наконечники вот эти, но принцип простой. То есть это идет стальной шип. Вот так выглядит ремшип. То есть, как вы видите, нижнюю юбку у него довольно больше. Сделано это для того, что в моменте эксплуатации посадочное место оно разбалтывается. И когда вы вставляете ремшип, чтобы он хорошо держался. Также у нее идет стальной наконечник, который осуществляет зацеп при движении по льду. И пластиковая обойма. То есть пластиковая обойма нужна для того, что когда вы его вставите в отверстие, как правило, оно разбитое, чтобы шип в нем держался. И в момент эксплуатации вот эта обойма, она расплавляется, тем самым укрепляя вот шип в посадочном месте. Но прежде чем определиться с поставщиком и с видом шипов, вы должны, соответственно, понять, какой шип вам заказать. Дело в том, что они различаются по длине. И, соответственно, эта длина измеряется путем измерения посадочного отверстия в покрышке. Дело в том, что покрышки у вас со временем изнашиваются. И причем изнашиваться они могут по-разному. Если вы, допустим, не делали развал, то у вас по краям будет высота вот этого шипа меньше, чем в центре. Или бывает наоборот так. Если вы ездили на перекачанной резине, у вас в центре будут шипы меньше, чем по краям. Поэтому прежде чем заказывать шипы, вы должны измерить именно посадочное место и определиться с длиной шипа. Бывают они разные 6, 7, 8, 9 миллиметров и так далее. Если говорить про оборудование, которое вам потребуется для шиповки, то это пассатижи для того, чтобы выдернуть старый шип изношенный. Это отвертка какая-нибудь маленькая для того, чтобы очистить посадочное место. Шуруповерт и дошипун, как его называют в простонародье. Но обратно же есть разные способы шиповки. Кто-то использует подобные дошипуны, кто-то с помощью пассатиж и отверток вставляет шип. Кто-то берет трубку диаметром определенным под шип и закручивает туда. То есть есть разные способы. Думаю, в интернете, если кому-то интересно, вы посмотрите, как возможно дошиповать. Как же происходит дошиповка? Первое, что мы делаем, это вставляем шип в посадочное место. И, соответственно, собираем дошипун. То есть принцип у него такой, что в момент, когда вы его вставите в посадочное место, при движении он расширяет это место и, соответственно, шип туда залетает. Первым делом, конечно, мы убираем все лишнее из посадочного места. То есть в идеале можно продуть воздухом для того, чтобы песок и грязь оттуда вылетели. Потому что если не убрать, то, соответственно, шип у вас станет кривым. Потом все это дело надо смочить каким-нибудь раствором мылищем. Заряжаем шип дошипун. И, соответственно, сильным нажатием его туда вгоняем. То есть таким образом, если все правила были соблюдены, то шип садится очень плотно. Потом в результате эксплуатации вот эта пластиковая обойма, она расплавится. И, соответственно, шип встает намертво. Вытащить его оттуда будет довольно сложно. Устанавливается шип таким образом, чтобы его верхняя часть была вровень с протектором покрышки. То есть если вы возьмете шип, допустим, на 9 мм, а у вас посадочный будет 7, то он будет у вас торчать. И, соответственно, пятно касания с асфальтом, оно будет маленькое. То есть вы будете скользить на шипах. Ну или, соответственно, пока их не сотрете. Вот, будете ездить. Поэтому, измерив вот штанги циркулем, вы можете точно определить, чтобы у вас из покрышки торчала только вот верхняя часть шипа стальная. Или немножко на 1 мм углубление должно быть. Ну, обратно, что вот есть инструкция к этим шипам. Да, то есть на обратной стороне все написано, какие должны быть посадочные места и какой шип вы можете себе подобрать, чтобы у вас все было и работало хорошо. В связи вот с подобной услугой, конечно, ходит много мифов о том, что они вылетают и они работают не так. Но вот мой опыт и моя практика показывает, что, в принципе, нормально они держатся, если все условия вот по установке были соблюдены. Вот, думаю, вам эта информация кажется полезной, поэтому, кому понравилось, ставим вопросы, пишем в комментариях, постараюсь на них ответить. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...